С 25 июня в нашем муниципалитете началось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. С самого начала славянцы проявили большую активность. В Славянском районе голосование проходит во всех поселениях на 68 участках. Одним из первых на своем участке в средней школе номер 6 поселка Совхозного проголосовал глава Славянского района Роман Синеговский. Славянцы активно участвуют в голосовании по поправкам в основной закон. Многие приходят на участок семьями, осознавая важность происходящего для себя, для своих детей, для всей страны. Провели обучение членов комиссии, неоднократное обучение. Естественно, мы укомплектовали все избирательные участки, всем необходимое. Это мебель, это средства защиты, вот именно чтобы предотвратить заражение инфекцией. Значит, обеспечены полностью всем. Вчера в 8 часов открыты были все избирательные участки. Шло голосование на протяжении всего дня. Закрылись они в 20 часов. На отдельных участках проголосовало по 50, по 70 и до 100 человек. Ну, в целом, вот взять город и район, у нас в целом проголосовало за вчерашний день. 8,4% это вот избирателей нашего муниципального образования. Голосование продолжится более продолжительное, чем обычно время, с тем, чтобы сделать его совершенно безопасным для голосующих. На участках для голосования соблюдаются все меры профилактики коронавирусной инфекции. На все избирательные участки мы выдали защитные маски, защитные перчатки, не только для членов комиссии, но и для всех участников голосования. Поэтому каждый, кто прибудет на избирательный участок, его встретят на избирательном участке обязательно, измеряют температуру, вручат ему маску, перчатки, обработают руки средствами защиты и выдадут ручку, для того, чтобы он мог эту ручку использовать для голосования. Масштаб голосования за поправки в Конституцию исторический. И стать участником этого важного события очень значимо и почетно для каждого. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует.